И снова всем welcome! Это снова я. На этот раз я решил заснять выставку новых технологий в Японии. Это беспроводные технологии 5G, также транспортные системы EXPO, также интернациональные DronExpo и communication, то есть разные технологии коммуникации в Японии. И не только. Ну что ж, пойдем внутрь посмотрим. Итак, начнем мы с систем коммуникации для автомобилей, для разных грузовиков. Что такое нету? Я пройдусь быстренько, покажу, потому что времени не так много. И в целом, в целом немного, тут много людей, и очень, как говорится, сложно снимать. Система для дорог, беспроводные. Показывают, меняют цвет в зависимости от того, есть ли люди на пешеходном переходе или нет. Также переключают светофоры. Тут есть вот система для грузовиков, там, IT, KIPU. Система для крепления грузов в грузовиках. Пойдем немного пройдемся здесь. И на Витаме японская навигационная система здесь демонстрирует. Кстати, вот интересный отдел с куртками, с подом. Вот видите, вентиляторы встроены в куртку. Вот так сделано. Также рюкзачки там и сидения. Тоже все есть. Вот такие вот чехлы. Тут же можно испытать их. Там аккумулятор показан. Ну, это ARM, это манипуляторы. Манипуляторы для производства. Тут также вот трекеры разные для компаний, которые занимаются грузовыми перевозками. Фигуралка тестеры. Также вот VR-технология для разных предприятий, для грузов, для погрузчиков. То есть все с ER-ом, точнее, то есть их добавлено реальностью. Отдел Entity Data. Тут находятся вот AI-камеры безопасности. Вот отсюда видно. Так вот она там показывает людей. Но больше там особо ничего интересного нет в этом. Entity Data. Higashi Nihon. Entity Higashi Nihon. Это будет. Entity Communication. Здесь вот, кстати, очень интересные вещи. Здесь собрано несколько компаний. Там разные контроллеры. Потому что там очень много вещей нельзя снимать. Что-то контроли разные, разные системы для Raspberry Pi. Вот робот такой вот неплохой. Который собирает информацию для маркетинга. Покажу вот его. Вот так выглядит. У него стоит камера, там сенсоры и микрофон с динамиком. То есть он собирает информацию о том, какую вы продукцию ищите, что вы говорите, куда вы смотрите. То есть всю информацию по маркетингу он собирает на клауд-сервер, отсылает. И там может высчитывать спрос и предложение. То, что у вас там есть, там соотношение. Все это сравнивается. Очень удобная штука. Я, если честно, смотрел, мне понравилось. Вот Oki. Это вот производитель тоже известной хардверной части. Там разные девайсы, типа принтеров выпускал он раньше. Сейчас он полностью переходит на AI. Там и разные фичи для них. Очень много всего там тоже. Модули беспроводные. Ну, как я уже говорил, здесь по большей степени беспроводные технологии. Здесь это все развивается. Вот, кстати, интересная вещь, я такое еще не встречал. Это литий-ионные конденсаторы. Вот они здесь разного размера. Тут Silicon Lab. Silicon Lab занимался там производством контроллеров для Bluetooth. Так, PlayStation. PlayStation. А, нет, это Nintendo Switch. Все честно, некоторые вещи я здесь не знаю, потому что я не все спрашивал, не у всех. Поэтому, как бы, очень сложно ориентировать. Вот, например, тоже безопасность. Камера для безопасности. Камера для безопасности. Ну, здесь контроллеры для промышленности. Это, как бы, уже промышленные системы тоже. Мы пони пользуются спросом. Контроллеры. Вот интересная система. Вот такая вот камера с модулем солнечной батарейки. Вот, пожалуйста, видно, да? Вот солнечный модуль. Там сзади стоит LTE-трансмиттер и батарейный пак. Вот, типа, такого вот штуки. И камера на диодах, ну, с диодами. И если солнце есть, то каждый день может снимать. Если солнце пропадает, то снимает только неделю. То есть от батарей камера может снимать и передавать данные неделю. Так, что тут еще есть? Ну, вот, Кресера. Это тоже известная компания. Ну, я, по крайней мере, видел производство ножей у них хорошее. Здесь я не знаю, здесь они... А, здесь что-то там теплица, тепличная система они рекламируют. Вот Sony. Ну, Sony тоже здесь они представляют девайсы, а не смартфоны или какие-либо другие продукции. То есть вот, видно там, модули. А, ну, куда не пройти вообще-то. Закрыто. Вот тоже Кресера здесь. Антенны. Да. Аналоговые антенны, там передатчики. Ну, здесь начинается интерфейс Cloud Services. То есть, ну, это вот разные вот модули такие интерфейсов. Bluetooth там и... И Wi-Fi. В основном это нужно, типа, как Беку, да. Они собирают данные с техники или с чего еще там, как вы там запрограммируете. Ну, вот так же здесь представлены разные дроны, которые в данном случае вот это ездят по стенам за счет вентилятора. Вот видно, да? Это на видео. Интересная система. Также. Что там у нас есть еще интересного? Ну, тут выстроилась очередь. Это они на... Тут Докума с кайтом. Тут вот система эта, типа, для дрона. Такая большая коробка. Они за... Типа, как... Комплекс такой для дрона. Моторы. Тут генераторы. H2O. H2 мотор на воде, что ли, работает? Не знаю. В общем, не знаю. Это что? Это какая-то платформа для дрона. Кстати, здесь также представлен 5G. Но в данном случае здесь пока мы не дошли до них еще. Japan UAS Industrial Development Association. Это тоже системы разной рода для дронов, которые... Солюшен для дронов используются в промышленности или еще где-то инспекции делают. Вот новые пульты. Ко, дону моделью не авошимаска? Ко, дрону, дону моделью не авошимаска? Контроля... Дону контроля? Контроля. Соса. Ну, вот данная компания разрабатывает контроллеры и ремонт контроллеры, вот эти, которые для управления. Ну, вот здесь находится очень большой зал 5G DocuBase Summit. Это один из крупнейших выставочных стендов по технологиям 5G. То есть сейчас они только начинают появляться, поэтому очень много разных девайсов на этой технологии изобретают. Ну, в том числе и вот, как мы видим, даже VR. Это VR-игры здесь, они есть. Вот, видно, они по сети. Сети играют. А, и вот, и вот они погнали. И вот эта вот штука, она двигается. Прикольно. Сукика, умощираетесь. Мадо концепту, деска? Мадо концепту. Мадо концепту, дескут, 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 дескут. Пламена. А, и я его мастеровать. Стой. А 이 게임 уже уже разработали? Да, и вот здесь тоже. Я буду использовать вот здесь. А вот здесь. А, мастера. Ну, вот видно. Вот такая вот платформа, на ней сиденье. оно двигается, то есть, в зависимости от того, как вы летаете там на самолете. Ну, ощущение реально, как будто ты там в самолете прям летаешь. Это с VR вообще шикарно сочетается. Ну, здесь разные технологии. Это вот виртуальных митингов, да. VR-очках. Далее это... Ace Real, это вот VR, VR-технология. VR-технологии для ремонта промышленных объектов, электроники или еще чего-то. Также вот это коммуникация, связь на камеры, также дроны и все остальное на 5G. Вот, интересно, тоже система. Можно дроном управлять тоже с AR, прям в этом, в очках виртуальной реальности. Кстати, в Японии запрещено управлять дроном в очках. Вообще, ну и вообще где-то в городе, да. Пока что это запрет на это. Интересно, знаете, что такое? Что-то лоботомии там проводят, там, видимо. AR-ы что-то еще. Мобайл-смарт-оперейшн-рум. Мобайл-стратэйджи-деск. 5G. Вот, кстати, вот можно посмотреть, как готовят в AR-е. В AR-е точнее. А вот, кстати, интересно, прикольная система, как из фильма «Трон». Гонки на таких, на таких, типа, как в повозках. Интересно сделано. Тоже соревнуется двое, там, CyberBell, 5G. Тут запись была сделана в 3D-камере и игры. И человеку дают вот эти VR, там, как бы, для того, чтобы он, как бы, ощутил эффект присутствия во время игры. А это вот картины. Картины. Тоже AR или VR, я не знаю. Выглядит реалистично. И она двигается, по-моему, не? Хотя я не знаю. Ну, в общем, как-то так, ладно. Пойдем дальше глянем еще. Тут инфракрасные камеры. Not for sale. Такие вот очки. Magic Leap. Тут находится Stand Entity Docomo. Это новые базовые станции 5G. 2 ГГц. Если кто не видел, как выглядит базовая станция, вот, пожалуйста. 28 ГГц. 4,5 ГГц. Что там еще? 33,5 ГГц. Те, кто задумал себе делать базовую станцию, пожалуйста, можно. Какая-то. Те, кто не видел? 3,5 ГГц. 4,5 ГГц. 4,5 ГГц. 4,5 ГГц. 4,5 ГГц. 4,5 ГГц. 5G. 5,5 ГГц. 5,5 ГГц. 5,5 ГГц. 6,5 ГГц. 5,5 ГГц. 5,5 ГГц. 6,5 ГГц. 1,5 ГГц. Сколько килограмм? Сколько килограмм? Сколько килограмм долго suo volно? Компания можно купить? Компания можно купить? Компания можно купить из неё города. Сколько кем стоит? Что это такое? Здесь 5D, но это не так. ЛТИ, но это несколько миллионов долларов. А, несколько миллионов долларов. Например, 3,000-4,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000-1,000. В общем, это вот 5G, такие вот установки будут. Бейс Бандо. Бейс Бандо, такая маленькая, уже компактная. Амплифайер, это вот LTE, это не 5G, кстати. А вот это вот именно уже 5G. Компактный вариант, вот этот вот. Можно уже сделать. И вот провода идут. Как раз этот идет непосредственно на базовую станцию. А вот здесь, это вот уже 28 ГГц. Да. Ну, достаточно интересная технология 5G. Знаю, она только-только вот появилась в этом году, ну, в 2019-м. А вот тут находится анализаторы Spectre. Это для поиска сигнала и там, и определения частоты. Также работают как в узком, так и в широком спектре. Но NHE также здесь представляет свои радио-юниты. Ну, вот они с entity-доком непосредственно работают. Вот, кстати, есть такая же система. Это вот автоматическая система для поиска спутников. Вот так устанавливается. И она работает непосредственно вот на поиске спутников. Сама определяет, где и как на передаче данных. Ну, также вот используется 5G-технологии и в автомобилях, и вот в дом. Дом уже начинают для домашних вот девайсов внедрять. Также здесь вот 5G Tokyo Base Summit. У них там разные системы показаны. Беспроводные модули. Что там есть еще интересного? Ну, также вот, пожалуйста, анализаторы спектра, осциллографы. Вот такие системы, это очень дорогие. Анализаторы сигналов. То есть, они очень дорогие. Ну, вот и RVR тоже здесь. Microsoft Nokia. Flexible Factory Project. Это гибкий системы проекта. Но тоже это уже идут для промышленности какие-то. вот видите, гейтвей, там сенсоры. Вот тут разные такого рода машины с камерами. Все идет на камерах, на сенсорах здесь. Здесь полностью такая, как сказать, гиковская выставка. Все, что посвящено. Вот микроскопы тоже для микросхем, судя по всему. Это для микропроцессоров. Также здесь находится вот Sensing Solution. EI тоже вот с EI Fujitsu разрабатывают EI технологии для разных девайсов. У них также есть дроны. Опять же технологии, вот пожалуйста. Вот есть EI, это KDDI. KDDI. У них есть вот такой автомобиль, оснащенный вот сверху. Идет 360 градусов радар лазерный. Для определения дистанции до объектов. Я думаю, это полностью автоматическая машина. То есть она имеет камеры вот по бокам. Просчитывает дистанцию до боковой идет. Плюс радар лазерный. Плюс еще впереди скоростью камера идет. И данная машина может ездить без водителя. Но, естественно, это если дороги хорошие и по дорогам. Но не по бездорожью. Вот там антенна. Как внутри, там вот так примерно все выглядит. Вот она едет. У нее там полностью показываются и маршрут, и все. Светофоры все показываются. Все полностью там. Система достаточно интересная. Сзади стоит вот такое-то оборудование. Автоматическое управление автомобилем PC. PC просто там. Также у них есть дроны. Это вот не их, а от компании ProDrone конкретно. Они сотрудничают с компанией ProDrone, поэтому у них есть дроны тоже с системой AI. Разные инспекции делают, да? Вот так это выглядит. Также вот AR. Это вот игра в футбол. Интересно посмотреть. А это что? О, это три монитора. Это тоже какое-то управление эскаватором виртуальное. О, прикольно, прикольно. Это типа ты можешь вообще где-то из офиса управлять эскаватором. Вот такой системе. Вот, пожалуйста. Видите? Экраны, все там, камеры, все это показывают. Где ты как-то, что ты делаешь. И вот ты, пожалуйста, сидишь и управляешь. По 5G передается связь. Ну, турникеты на проходную. Тоже через 5G передается связь. 5G это до одного гигабита примерно. Я сейчас точно не помню, но я спрашивал здесь некоторых компаний и сказали, что это примерно до одного гигабита скорость. То есть это мобильный интернет, мобильная передача данных. О, вот это прикольно. Ворон электронный. И вот ты, наверное, можешь через Control Unit, через TeleXNS и Кабернетик Краун. Прикольно. И вот через такой вот VR-очки и контрольную систему можно управлять этим Вороном. Да, прикольно, прикольно. В самом деле очень много разных технологий. И также здесь вот осциллографы разного рода оборудования для производства, для анализа, для получения данных. Рыба там. Вот рыба, пожалуйста. А, вот здесь показано что-то как-то спутник. А, как летает спутник? И вот он по этой, по полосе там по прерывистой летает, восьмерку выписывает. Интересно, интересно. Вот так же вот AI показывает безопасное вождение для автомобиля. История выпуска, вот когда были 1G аналоговые телефоны, 2G цифровые уже телефоны пошли. 3G, AMT 2000, LTE Advanced 4G и 5G в 2020 году будут уже запускаться. Ну и вот, соответственно, здесь вот разные NTT там телефон старый. А такие вот древние телефоны я, кстати, даже не видел. Вот, 85-й год его в машину устанавливали. Ротативный телефон. Вот сотовые пошли тут. Раскладушки вот 2G, да. 3G, вот уже смартфоны идут, пожалуйста. И вот 5G, вот, пожалуйста, уже идут эти NEC-овские. Ну, как они ищи, они называются. В целом, достаточно интересная выставка. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня вам показать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И делитесь этим видео с друзьями. Также не нажимайте на колокольчик. Ну, все, с вами был Дэн. До новых встреч.